Дамы, всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас четверг, 306 лоскутный эфир, и мы с вами продолжаем двигаться из долины отчаяния через кривое просвещение на плату мастер-2. Это как раз тот рисуночек, который вызвал столько споров позапрошлом эфире. И сегодня мы будем шить с вами не арт-объект, то есть не объект арт-терапии, который мы шили в прошлый раз. Это не крэйзи-роза, это просто арт-объект. Мы сегодня будем шить крэйзи-розу, которую вы легко сможете использовать, а, допустим, в детском одеяле, как вот здесь, б, допустим, для создания ваших лоскутных вещей, ну вот, например, для платья, да, видите здесь крэйзи-роза, где она находится. Ну, или просто можете использовать ее при создании лоскутных подушечек совершенно любого формата. Для того, чтобы шить крэйзи-розу, мы будем с вами пользоваться, так сказать, классическим образцом розы, которую создала Ксения Дмитриева. Вот ее альбомчик. Образ и стиль я вам уже показывала. Вот эту вот розу, аналогичную ей, конечно, не точно такую же, мы и будем с вами шить. Сейчас поговорим немного о цветовом подборе. Несколько уроков тому назад мы с вами говорили о цветовом круге, о колористике, в частности, о 16-ти сегментном цветовом круге. Очевидно, что роза, как правило, состоит в основном из двух цветов. Это красного и зеленого. В данном случае у нас использована контрастная гармония, то есть красный в цветовом круге противостоит зеленому. Но если мы хотим достичь совершенства, то этот красный не совсем красный, а этот зеленый не совсем зеленый. Почему? Потому что если вы посмотрите внимательно, вот, допустим, на детской одеялке, одеялка, вы увидите, что красный – это все-таки немного розовый. То есть красный цвет разбелен, что? Белым цветом. И красный движется чуть-чуть, немножко в сторону фиолетового. То есть в нем еще есть немного-немного сидит. В таком случае вот такой вот светло-зеленый противолежит ему в цветовом круге. И вот этот светло-зеленый, как вы видите, у нас тоже слегка разбавлен. Где-то белым, а где-то серым цветом. Немного другая ситуация у нас в цветовом подборе этого платья. Потому что здесь красный мигрирует больше в оранжевый и в алый цвет, да? А зеленый у нас настолько закрашен серым и черным цветом, что он превращается в такой, смотрите, зеленовато-коричневый, такой глухой, такой глухой зеленый цвет. И совершенно уже другая ситуация у нас в подушках. Вот здесь у нас тоже контрастная гармония. Гармония контраста. И если мы с вами понимаем правильно, то это гармония что синего и желтого. То есть тоже цветов, противолежащих друг другу в цветовом круге. Только желтый, разбеленный как бы светлым, белым у нас становится светло-светло-бежевым. А если в желтый мы добавим немножко серого и черного, у нас будет с вами коричневый. Ну, а если мы посмотрим вот в эту подушку, которая тоже в стиле Крэзи, здесь мы видим гармонию триады. То есть мы видим гармонию трех цветов. Да? Посмотрите. Оранжевый, зеленый и фиолетовый. Оранжевый, зеленый и фиолетовый. Итак, поступаем к работе. Что же мы с вами будем делать? Сразу оговорюсь, что сейчас я вам буду показывать шитье Крэзи Розы на... Сейчас, секундочку. На примере квадрата 24 на 24 сантиметра. Ну, если вы хотите шить Крэзи Розу 16 на 22 сантиметра, вот она у нас, то вы... Ну, вот это как раз та Крэзи Роза, которая подходит, что... Вот под такие блоки феечек 16 на 22 сантиметра. Вы точно так же строите вот такой же вот из кальки основу, как бы, и находите центр композиции. Центр композиции вы находите по принципу золотого сечения. В данном случае это 16 умножить на 0,38 и 22 умножить на 0,38. То есть 6,8 сантиметров вот так вот. То есть у нас центр композиции будет вот для этого вот объекта здесь. Подушки 40 на 40 сантиметров. То есть для объекта аналогичного вот этой подушки, она тоже 40 на 40 сантиметров. Мы с вами построим из кальки вот такую основу. Размер ее, соответственно, 26 на 26 сантиметров. И когда мы будем шить с вами подушку, мы тоже будем использовать принцип двухзверной камень. То есть вот тут в центре у нас будет с вами Крэзи Роза, а здесь у нас будет окантовка. Окантовка будет коричневого и бежевого цвета. Итак, прежде чем начать, давайте с вами огласим 7 основных секретов, как шить Крэзи Розу правильно. Эти 7 волшебных секретов я вам нарисовала и сейчас просто их покажу. Итак, секрет первый. Посмотрите вот, пожалуйста, на эту базовую работу Ксении. Вы видите, что в центре композиции у нас треугольник, в центре которого черная, о, белая, извините, точка. Итак, первый секрет – это центр, треугольник с белой точкой. Второй секрет. При шитье вы должны использовать долевые полоски. Что значит долевые полоски? Одну секунду. Это значит полоски выклеены по долевой, то есть вдоль кромки ткани, ширина которых 3,5-5 сантиметров. Принципиально не имеет значения 3,5 или 5, просто 3,5 мы используем ближе к центру. Вот здесь. А то, что 5, мы используем ближе к низу, вот здесь. Далее, следующий секрет. То, что мы должны при создании розы использовать логику розы. Что это означает? Посмотрите. Вот у нас центр розы, да? То есть место, где зарождается центр, как бы, да, всё. И вот самые яркие лепестки у нас вокруг этого центра. Эти яркие лепестки оттенены более тёмными цветами. Потом наступает слой снова более ярких лепестков. Потом ещё они оттенены более тёмными цветами. Потом уже наступает последний слой ярких лепестков. Дальше уже розы, как таковых лепестков мы не видим, а мы видим, что окружение розы и листья. Ну и окружающее какое-то пространство. Это логика розы, которую мы используем при постановлении. Далее, смотрите. Тупоугольный треугольник. Много раз во всех своих видео я говорила, что вот такие полоски, я вот специально держу по этому, вот это, вот это вот, вот это не тупоугольный треугольник. Это прямоугольник. Или в худшем случае трапеция. Тупоугольный треугольник выглядит так. Вот он. Два угла у него острых, один тупой. И как видите, мне очень трудно это объяснить, почему-то люди не понимают. Я тогда говорю, используйте заклинание тупоугольный треугольник. Тупоугольный треугольник. Повторив это заклинание 8 раз, вы начнете шить тупоугольный треугольник. Как шить, я, конечно же, покажу. Итак, тупоугольный треугольник. Пятый секрет. При создании розы мы с вами используем, как говорят господа технологи, ВТО, ну или по-человечески говоря, используем утюг на каждом этапе. То есть каждый раз, пришив очередной слой, мы этот слой с вами гладим. Это принципиально важно. Далее. Шитье по кальке. Вот я вам уже показывала, что мы изготавливаем вот такую основу. Кальку мы с вами потом отдерем. Это делается достаточно быстро. Чтобы вы не потратили лишнего времени и лишних усилий, лучше, конечно, делать шитье по кальке. Меня спрашивают, можно ли использовать бумагу или газету. Теоретически можно, но будет сложнее. Кальку купить не такая уж большая проблема. Она продается в магазинах, в том числе и в хозяйственных магазинах, как для выпечки, как в магазинах для выпечки. Можно и это купить. Так, далее. Золотое сечение. Ну, это само собой понятно. Вообще-то это стоило поставить первым пунктом, но я поставила все-таки последним. При расчете того места, где находится центр композиции, желательно, 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 использовать коэффициент 0,38. Это так называемый малый коэффициент золотого сечения. 0,38 – это единица минус 0,62. 0,62 – большой коэффициент золотого сечения. Если использовать умножение и деление, то нужно либо умножать на 0,62, либо делить на 1,6. 1,6 – это перевернутая дробь. Единица 0,62, если мы перевернем, то есть 0,62 – 10,62. Это все совершенно простая математика уровня 4 класса, поэтому я полагаю, что здесь вы сохраните трезвый разум и сможете умножить 24 сантиметра на 0,38. У вас получится вот здесь 9 сантиметров и здесь 9 сантиметров. То есть точка центра композиции будет на 9 сантиметров отставлять от края. Ну, а сейчас мы с вами готовим полосочки. Я полосочки заготовила. Посмотрите, у меня в специальных мешочках заготовлены полосочки розового, зеленого, бежевого и коричневого цвета. Я полагаю, что этих полосочек мне на исполнение розы хватит. Конечно же, посмотрите, я подготовила рабочее место. Это прямострочная машина Джуки 2010, ножницы Аврора, утюг, уже не помню, какой марки. И обратите внимание, пустая коробочка для мусора, потому что обрезков при крэйзе у нас с вами будет много. Итак, а, да, ниточки. Ниточки у нас с вами, посмотрите, бусенькие ниточки. Не черные, не белые, а такие серовато-коричневого-грязноватого цвета. Мои любимые нитки модера. Готовы? Начинаем. Когда мы смотрите, чтобы не было обид и недопониманий, я буду сейчас снимать в нормальном, обычном, не ускоренном режиме. Кто тысячу раз видел, как я шью крэйзи, просто ставит просмотр на скорость 2 и смотрит в ускоренном варианте. Кто напротив, хочет рассмотреть все медленно и в деталях, ставит на скорость 0,5 и смотрит все медленно, медленно, будет очень-очень понятно. Предупреждаю, что по ходу событий машинка будет тарахтеть и ее будет слышно. Ну и, конечно же, все свои шаги, все свои действия я вам буду объяснять. Начинаем мы с вами вот с треугольничка с белой точкой в центре. Так, первое, обкладываем наш треугольничек самыми-самыми яркими полосками. То есть, самым ярким цветом у нас смотрите, я пришила, могу вот так ногтем могу погладить. Я обычно глаз. Так, здесь у нас что? Здесь нам не нужно вот эту полоску, мы сейчас ее срежем. Жалко. Ну ладно. Так, вот у нас корзинка для масора. Так, и поехали. Тюк. Тюк. Вот смотрите, я прогладила и посмотрите, вот у меня это не прямоугольники. В данном случае у меня сейчас это трапеции, но сейчас я превращу их в ту полугольные треугольнички. Сейчас я пришью вдогонку вот к этим розовым, еще, так сказать, усиливающий эту розовость вот такой вот цвета. Смотрите. 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 вот мы сшили первый круг. Видите? Вот этот круг мы немного не завершаем. Пусть он будет у нас открытым, но зато роза будет у нас всем розам роза. И потом вот эту часть мы еще тоже с вами немного подрежем. Я сейчас перейду на скоростную съемку, потому что операции дальше будут аналогичными. Но я надеюсь, вы поняли, что мы пришиваем ту полугольные треугольнички и обшиваем постепенно слой за слоем. Желательно, если мы вот эти слои, все последующие, не будем делать закрытым кругом, то есть не будем закрывать. Договорились? Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин шили мы с вами шили и дошили до того момента, когда уже можно бы прикалывать вот эту розу к кальке. Ну, я вижу, что здесь мы можем еще один слой пришить без кальки, а потом уже будем работать на кальчке. Итак, продолжаем. Итак, смотрите, вот уже настала пора нашу розу и прикалывать. и делаю я это следующим образом. Я беру вот такие вот булавочки, вот такие вот с железными головками. Смотрите. Прокалываю по центру вот здесь, вот, и совмещаю с центром композиции, который я налитывала. Очевидно, что вот это у нас с вами центр. Вот. мы, конечно, можем тут как-то повращать, подвигать, как нам интересно. Ну, вот эту точку мы с вами уже определили. Видите, да? теперь мы с вами сошвем нашу с вами розу примерно вот досюда. То есть, сейчас мы закроем с вами тканью, вот наш с вами шаблончик, вот примерно по эту черту. а следующую часть мы с вами будем делать отдельно. А сейчас пока закрываем. Смотрите, мы сейчас посадили нашу лоскутную розу уже на основу, на кальку. И сейчас вот мы будем дошивать вот эти вот углы. И желательно, если мы будем дошивать их более светлой тканью, потому что здесь уже начинается воздух. и вот посмотрите, одну половинку нашего квадратика мы с вами собрали. Здесь у нас роза, а здесь у нас будет листья и лепестки нашей с вами розы. Точно таким же образом мы с вами собираем вторую часть. лепестки. Ну вот, посмотрите, мы с вами сшили верхнюю часть, где роза у нас, и нижнюю часть, где у нас лепестки. Теперь осталось только перевернуть, отодрать кальку и сшить между собой эти фрагменты. Вот смотрите, сейчас мы с вами закончили наши фрагменты, осталось их только сшить между собой. Перед этим мы, конечно, соберем вяжницу. Итак, собираем наши фрагменты и гладим. Уважаемые коллеги, долго ли коротко ли шел Иван Царевич, но получился у него квадрат 25 на 25 сантиметров. И сейчас мы с вами этот квадрат обошьем темной узкой частью каймы и широкой частью светлой. Сделаем стежку, пришьем задник и окантовку и получится у нас подушечка для нашего одеялка с крейсингрузами. Делаем? Делаем. 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 Продолжение следует... 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 Каемочка специально сделана яркой, чтобы подушечка была яркой. Итак, мы с вами должны обратить внимание на 7 основных секретов создания кризи. Вспоминаем первый секрет. Это черный треугольник с белой точки. Центр мироздания, центр вселенной и центр большого взрыва. Ну и конечно же серединка розы. Правильно? Тупоугольные треугольники. Это второе, да? Мы шьем с вами из долевых полосок. Это третье. Вспоминайте, что еще важно. Мы делаем логику цветка. То есть даже если мы шьем не кризи роза, а кризи тюльпан или что-то другое, мы смотрим на фото этих цветов и делаем примерно как там. Что еще важно? То, что мы при кризи используем утюг на каждом этапе. То есть мы каждый слой лепестков отглаживаем. Тогда они у нас ложатся ровно и красиво. Значит, я шила по кальке вот этот квадрат. В принципе, можно шить по газете по бумаге, но лучше по кальке, конечно. И что еще важно? Я центр композиции сделала по принципу золотого сечения. То есть у меня квадрат 24х24, центр был 9х9. В принципе, вот все про эту подушку. Да, очень интересный момент. Ха-ха-ха-ха. Остались... Сейчас покажу. Остались вот такие вот кусочки, полосочки и квадратики. Ну, конечно, глядя в предыдущий эфир 300, мне кажется, пятый, да? Вы, конечно, поймете, что с ними делать. Возвращаемся к арт-объектам. Где у нас тут арт-объект? Потерялся он. Сейчас найду я его как бы. Ну, как шить вот из кусочков хвостиков? Маленькие арт-объекты мы с вами знаем. Крейзи хорошо тем, что это замечательная крейзи. И все будут восхвалять вас и говорить, какая вы замечательная. Но плохо тем, что на крейзи уходит достаточно много ткани. То есть есть много обрезков, и тогда нам надо думать, как утилизировать обрезки. Вот, в принципе, все про подушечку в технике крейзи. Да, вспомнила. У нас в магазине будут наборы для крейзи розовенькие и зелененькие. Но это совсем другая история. Приходите в наш магазин, покупайте все, что нужно. И, конечно же, приходите в Академию лоскутного шитья. Учиться шить красиво и правильно. С лучшим педагогом России Ириной Юрьевной Мухановной. Я закончила. Всем удачного дня. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова